В том смысле я очень любил лошадей. В смысле верховых лошадей, ну стака, я скажу, на лошадях. И много занимался с пограничниками, а еще в мое время было немало застав горных, особенно где были лошади. Делал фильм большой для центрального телевидения о лошадях, которые служат в армии. И однажды с кавалеристом полком, который стоял в Москве, в Алабине, его иногда называли полк имени Бондарчука, потому что его создали для съемки фильма «Война и мир». А потом так и остался. И вот однажды мне удалось с этим полком сделать дневной марш, то есть во время светового тяны прошли больше ста километров. А шли на съемки фильма «Первая комната». Туда, в район Вери и подальше. Ну это было интересно, когда идет целый кавалерийский полк, тут сбегался народ, там дети за нами бежали, бежали, кричали, там люди выходили, женщины и так далее. После этого он написал песню, которая называется «Эскадрон идет в пыля». Эскадрон идет в пыля, в белый пенит рензеля, собираются девчата, расступаются в поля, собираются девчата, расступаются в поля. Головные, не ленись, ну-ка, плот, ну-ка, рысь, разберемся на привале, с чьими, чьих глаза сошлись. Разберемся на привале, с чьими, чьих глаза сошлись. Черноглазая строга смотрит словно на брага, целый день с ней тарь-горы, чтобы вечером стога. Целый день с ней тарь-горы, чтобы вечером стога. Скорегла за юний босс, все пошло бы в крит и в гость, целовались бы все время, спали много бы, но брось. А вот синеглазая вполне подошла бы нравом мне, Отношения прояснили б за часок наедине. Так что, головные, не ленись, ну-ка, повода, ну-ка, рысь, Разберемся на привале, с чьими-чьи глаза сошлись. Разберемся на привале, с чьими-чьи глаза сошлись. АПЛОДИСМЕНТЫ